добрый день уважаемые подписчики сегодня нестандартный обзор почему не стандартный потому что не буду показывать как сделал покажу что сделал просто под руку попалась захотелось снять видео может кому-то будет интересно немножко нестандартное видео мастерил вот такую штуку арбалет что про него рассказать конструкция стандартная блочная то есть есть сетива которая через блоки через шкивчики перекатывается схема стандартная в принципе единственно что схема стандартная то есть через рычаги натянуты пружины тетива натягивается то есть подробности как бы в принципе как это делать в интернете кучей информации как бы естественно такой модели там нет именно вот такой с двойным алюминиевым уголком однозначно нет что еще рассказать кто-то скажет какие-то у вас странные слабенькие пружины так вот нифига не не слабенькие я зашел вазовский магазин искал пружины себе всякие там и мебель на я понабирал как оказалось вот эти малышки дают просто бешеные усилия почему они дают бешеные усилия потому что то не то ли со сцепления то ли с тормозов то есть там что-то очень такое жесткое по моему сцепление стягивают может даже кинуть мотоциклетные не похожи конечно болт шестерка насквозь через гайку цепляется за него пружину магазине хоз маги уголок резьба значит в отверстие уголка это мебельные уголки пружинка пошла здесь забомбил мебельный болт такие есть под шестигранник он там длиной сантиметров 10 заходит в цевьё значит по поводу интересных фишек будут стандартные зажимы для тех самых для тросов трос тройка в оплетке можно без оплетки трос металлический то есть многие там делать с каких-то лесок один там даже как бы лук сделал полностью из дерева но как бы глаза важнее значит про ролик откуда я его взял это самое сложное по сути вот именно достать найти расскажу в конце видео болт восьмерка там с той стороны он наоборот гаечкой наверх это сделано не просто так это для натяжения значит тетива крест-накрест идет сквозь отверстие в цевье вот такой вот усилитель честно скажу дело немножко на скорую руку точнее вопроса сделал быстро наигрался вот усилитель чтобы не шаталась тупов на шуруп забомбил прицел шуруп в отверстие тут немножко такая кривая химия проволочка и деревяшка я это отдельно объясню я сделал это не просто так как сказать немножко горьким опытом здесь прицел сзади такая вот бабушка ну соответственно тоже два шурупчика для прицела стандартная прижимная пластина металлическая с обычной жестью сделан то есть она вот прижимает просто стрелу вот опять же вот эта химия простецкая с палочкой расскажу для чего ну а не делая не доделал приклад там не делал уже ручку для крепежа здесь просто сделано усиление по бокам почему потому что здесь то многие используют всякие гвоздики там знаете как в этих учебных у меня здесь конкретно профессиональная система спуска курка вот у меня курочек здесь вот если видно такая вот система сделана из латунный ну здесь на опять же я не доделал мне нет там никаких пружин самозащелкивающих то есть я курок просто пальцем отвожу вот он в взведенном состоянии этого видно зацеп точнее еще не взведенном вот взведенным видно зацеп для тетивы форма довольно сложная но в принципе все сделано на пилингом будет там пару фото какие-то дел значит вот эта спусковая часть назову его сброс что ли из куска латуни диаметром сантиметра 4 сделано то есть бочонок я вырезал тупо ножовочкой где-то что-то болгар очка ножовкой поточнее потом зашлифовал наждачкой курок тупо вырезан из куска железа такого миллиметров пять шесть наверное ли всем фиг я знает тупо вырезан болгаркой болгаркой же обработан форму его здесь конечно не видно я уже разбирать не буду потому что есть фотки какие-то все делал что еще интересного значит что по поводу планочки вот этой что за химия короче стрелял я с него так называемый болтами болт у меня это обычный карандаш на котором вот значит сделано оперение из скотча кстати эффективная но это жалко что тройной здесь сложно использовать потому что у меня планочка в принципе достаточно без направляющих того же самого скотчика стрела намного неустойчиво летит вообще бы как бы так почему рассказывал когда использовал такие болтики они очень легкие когда они проходили по направляющие там кстати нарезан желобок вот его видно насквозь по всей длине нарезан желобок здесь же он и выходит вот двойной желоб получился сразу резкость не самая идеальная и что получалось стрела легкая оперения не было она просто при разгоне вылетала и пару раз бомбила вот сюда здесь вот видно очень явно вмятины от удара после чего карандаш рассыпался рассыпался в щепки но как ни странно все это летит куда-то в стороны слова не в глаза вообще я стреляю с этого всего дела только в очках целях страховки потому что безопасность первым делом такие короткие болты они очень легкие но это как бы так вариант пострелять дома вот тупо для того чтобы за уголок уходила вниз они при подъеме нос ударялась в упор и размолачивала карандаш разлетается вообще в щен ничего не остается вот что еще интересно по поводу почему здесь гайка вниз так с этой стороны гайка вверх чтобы вы не думали что его так просто взвести тот же самый трос один конец которого зажат стандартно этой для тросиков системы то есть здесь я накидываю наверх болта с гайкой положим так здесь со второй стороны накидываю на низ болта с гайкой сжимаю плечи очень сильно и нащелкиваю то есть так я сжимаю плечи чтобы производить какие-то работы в стиле ну чтоб трос например снять то что-то подправить потому что иначе это сделать невозможно он кажется игрушечным с виду но чтобы доказать что он не игрушечный вам сейчас покажу силу его натяжение вот что еще ну принципе все почти рассказал значит ло ложим